И сделали ее посвященную логистическим комплексам, а именно логопаркам. О том, что это такое, как раз и как это автоматизируется, мы с вами сегодня и узнаем. Буквально я позволю себе пару слов сказать о компании Solva, может быть кому-то наша компания еще неизвестна. Компания Solva это первая компания, которая вообще познакомила российский рынок с системами класса WMS, Warehouse Management System, и на сегодняшний момент занимает лидирующие позиции в данном сегменте. Компания Solva это первая компания, которая познакомила российский рынок с системами оперативного управления контейнерными грузовыми терминалами. На сегодняшний день является безусловным лидером этого рынка. К нами завершено порядка 150 проектов. Это достаточно крупные, я бы сказал, очень крупные логистические комплексы на территории не только России, но и Восточной Европы в принципе. Solva это единственная российская компания, которая сертифицирована немецким институтом логистики Fraunhofer. Имеется в виду два наших решения как раз таки по WMS и ТОС. Ну и всякие сертификаты, прочие другие регалии, здесь что-то написано, не будем на этом останавливаться. Значит, теперь ближе к теме, а именно к логопарку. Что мы подразумеваем под словом логопарк, о котором мы сегодня будем говорить? Это сухие терминалы, да, то есть мы говорим сейчас не про морские какие-то или речные порты, мы говорим про сухие логистические комплексы, которые, как правило, но не обязательно, содержат в себе как контейнерную логистику, как правило, это контейнерная площадка, так и традиционные складские комплексы. На данном слайде представлены, например, характеристики направления грузопотоков, да, как правило, обработка идет на таких логистических центрах автомобильному фронту, железнодорожному грузовому фронту. Существуют процессы по растарке, затарке, как их называют еще, стафирование и растафирование контейнеров, хранение, соответственно, грузов на складе, ну и управление непосредственно контейнерной площадкой. И в всех возможных направлениях у нас перемещаются грузы. Таких объектов, в принципе, достаточно много. Немного про логистику с точки зрения товара и товарных потоков. Это, кстати, относится не только к логопаркам, а вообще, в принципе, в последнее время такая тенденция проявляется, ну, наверное, в связи с кризисом, в связи с повышением конкуренции, проявляется и в морских портах в том числе. Значит, если мы будем говорить, что раньше существовали у нас специализированные контейнерные терминалы, которые обрабатывали только контейнеры, то сейчас мы наблюдаем тенденцию, что эти контейнерные терминалы дифферсифицировались, расширили спектр своих услуг. И, кроме обработки контейнеров, занимаются растаркой и затаркой, соответственно, учетом и управлением генеральными грузами, то есть это те грузы, которые растарены были из контейнера. Если пойти дальше, то мы наблюдаем сейчас тенденцию, что кроме управления этими грузовыми партиями, которые привязаны были к контейнеру, логопарки, в том числе даже крупные, содержащие какие-то водные транспорты, обрабатывающие, переходят к товарной логистике. То есть это, в нашем понимании, такая складская традиционная логистика. Такая тенденция, она вот очень похожа или закономерна, если мы посмотрим на 10-15 лет назад, что было с логистикой, когда почти 20 лет назад компания СОГО начинала, здесь первые проекты, у нас было много складских комплексов, которые обрабатывали только палеты. У них было чуть-чуть коробочной комплектации, практически не было штучной. На сегодняшний день, не скажу, что 100%, но 99,999% наших заказчиков все обрабатывают штучку, то есть производят штучную комплектацию. Если раньше это относилось к складам, то сейчас это относится к достаточно крупным, большим логистическим центрам, комплексам, которые, как я уже сказал, раньше занимались только обработкой контейнеров. Для автоматизации такой логистики, которая содержит как контейнерную составляющую, как генеральные грузы, причем различные абсолютно генеральные грузы, так и товарную логистику, необходимы какие-то специализированные решения. В данном случае компания СОГО является оптимальным вариантом и система, соответственно, наша, потому что как раз у нас есть очень большой опыт, как я уже только что сказал, самый большой, допустим, в России опыт по автоматизации как той, так и другой логистики. Значит, объединенное комплексное решение, оно модульное, на самом деле может собираться и адаптироваться под разные нужды конкретного заказчика, состоит из основных трех подсистем. СОГО ДМС, это система, ну, по сути дела, уже приближается к классу ERP, которая отвечает за управление технологическим документооборотом, или специализированным документооборотом, который сопровождает документальное сопровождение грузов. И две системы, подсистемы оперативного управления, CTMS, которая отвечает за управление контейнерной площадкой, и WMS, которая отвечает за управление генеральными грузами и классическим товарно-логическим документооборотом. Естественно, все эти системы между собой связаны в единое информационное пространство, дополненные универсальными модулями, которые позволяют удовлетворить потребности практически любого на сегодняшний день терминала или склада логистики хранения. Теперь по поводу выбора системы управления, в общем, в двух словах. Когда, ну, мне очень нравится эта ассоциация, со мной, конечно, кто-то может поспорить, когда выбор системы управления ассоциируется с выбором автомобиля. Ну, допустим, когда речь идет о контейнерах или грузах, ну, понятно, да, вроде к контейнерам ближе к системе ТОС, к складам ближе до WMS. Это примерно как выбрать грузовой автомобиль или легковой. А вот когда речь идет о выборе легкового автомобиля, ну, например, для себя каждый, какой бы я автомобиль хотел, тут начинаются муки выбора. С одной стороны, все автомобили у нас одинаковые. У них есть четыре колеса, двигатель, кузов, двери. Мы с вами прекрасно понимаем, что на самом деле автомобили очень сильно отличаются. Очень сильно отличаются по тем функциям, которые, на первый взгляд, может быть, не видно. По тем функциям, которые видно, но немногие разбираются в нюансах, тонкостях и вообще на этом наличии таких функций. И третья составляющая – это тот сервис, который оказывает компания-поставщик. Ну, автомобиля, неважно, или WMS-система. И с вами сегодня основной акцент мы как раз сделаем не на тех процессах, которые происходят, допустим, внутри склада, а на тех дополнительных вещах, которые выходят за рамки и которые, как говорится, делают систему чуть-чуть больше. Возвращаемся обратно к логопаркам. Значит, мы с вами видели принципиальную схему большими мазками, крупными, контейнерная площадка, склад. На самом деле, если посмотреть на логопарки, они могут принадлежать одному собственнику. Они могут принадлежать разным собственникам. Логопарк может организовывать девелопер и привлекать операторов. Либо этот логопарк может принадлежать какой-нибудь производственной компании. Но, как правило, это территория, распределенная территория, которая, естественно, содержит не один склад, а это может быть несколько складов. Но по складам понимается, как открытая площадка, там склады ангарного типа, отапливаемые склады и так далее. Ну и может быть, а может и не быть, вот этой контейнерной составляющей. Получается, что для автоматизации логопарка интересна не только внутренняя логистика, которая находится внутри самих коробок, но еще и логистика на этой территории. Начиная даже не просто от пьезда автомобиля на КПП, а от еще заранее оформления документов. Что может предлагать компания СОЛМА для этого? Ну, здесь самый простой такой примитивный, опять-таки, слайдик, связанный с двором, как это происходит. Значит, приезжает у нас водитель, который должен каким-то образом оформить документы, попасть на территорию, и дальше мы будем сейчас с вами рассматривать ситуацию, которая происходит на территории или нет. Первая вещь, о которой я хотел бы сказать, это так называемое тайм-слотирование, или составление списания визитов. Для логопарков, особенно которые отличаются интенсивностью обработки различного транспорта, актуальным становится вопрос рационального распределения нагрузки по обработке торговли на уголе и транспорта. Ну, например, по автомобилям. Значит, бывает так, что в понедельник утро, да, после выходных, когда нельзя делать, ну, когда нельзя, допустим, выполнять какие-то грузовые работы, приехало на склад или на этот комплекс сразу очень много автомобилей. Что с ними делать? Автомобили начинают простаивать, сотрудники начинают усиленно там работать по обработке этих автомобилей, да, неразбериха, суета и так далее. Особенно, если у вас, допустим, логопарк, где склад находится рядом с лицевой автомобилей, дорогой, то это сразу заторы на дорогах и прочие проблемы. Значит, для решения такой задачи используется как раз система тайм-слотирования, когда определяются некие временные окна, и в каждое временное окно, и для каждого временного окна назначается определенное количество автомобилей, которые может обработать логопарк. Едем дальше. Значит, в этом случае, когда, допустим, экспедитор, перевозчик, клиент логопарка подает заявку на завоз груза или на привоз груза, он ее подает в определенный тайм-слот. Чтобы разгрузить сотрудников терминала по приему, сбору, обработке... Три минуты уложим, все хорошо. По обработке этих заявок. В системах СОВА используется веб-портал. То есть, когда авторизованный экспедитор или клиент заходит через веб-портал, подает заявку, все накладные, там можно оформить их цифровой электронной подписью, подписать и так далее. Значит, водители у нас в системе аккредитовываются, проходят инструктаж по технике безопасности, знакомятся со схемой комплекса. При оформлении документов мы можем использовать, и у нас есть такие внедрения, электронную очередь водителей. Когда водители приходят, еще даже вот только в место, где модуль оформления документов, мы уже на данном этапе их можем выстраивать в определенном порядке. Например, для контейнерной площадки, если у нас несколько водителей приезжают в один тайм-слот и забирают контейнера из одного блока, то мы можем уже в фазе оформления документов водителей выставить их таким образом, чтобы они забирали контейнера в том порядке, который нужен терминалу, то есть с минимальным количеством перемещений или шкиваний. Это первый момент. Второй момент – это управление внешним и внутренним накопителем, когда создается очередь уже эстрактов. Мы можем рассылать уведомления водителям прямо по СМС, в какой момент готовы у них задания под обработку, к какому складу ему надо подъехать, в том числе с использованием вот таких электронных табло, которые вешаются уже, допустим, на стенку склада или перед въездом на КПП, и выводится информация о готовности. Водителям распечатываются документы с маршрута движения по распределенной территории с указанием места обработки. У охранника на КПП, естественно, тоже есть свой интерфейс, который видит автомобиль и водителя. Для контейнеров очень сейчас интересной востребованной задачей является система автоматического распознавания символов. Это используется как для контейнеров, для автомобилей, для железнодорожных вагонов, а также сканирование контейнера на повреждения. И интеграция нашей системы с системами контроля доступа со светофорами и шлагбаумами. Есть в нашей системе универсальные модули, которые позволяют отслеживать состояние площадки, проводить визуальную аналитику по заполненности, по размещению грузов. Этот модуль универсальный, он работает тоже как по контейнерантам, как к генеральным грузам и внутри складской логистике. Вы видите, тут есть стеллажи, есть и контейнеры. Можем рассматривать перемещение техники и персонала. Ну, по ЖД я уже рассказал про распознавание. Есть у нас специальные редакторы планирования погрузки ЖД-составов. Интересные очень модули по электронному обмену данных с контрагентами работают у нас как на контейнерной составляющей, так и по складам. Ну и уже ближе к концу, да, буквально два слова, что есть еще модуль управления коммерческой деятельностью. Логопарк, как любое другое предприятие, как склад или терминал, это все-таки является предприятием. Его задача зарабатывать деньги, минимизировать затраты на логистику. Поэтому этот модуль учитывает всю контрактную составляющую, приложение к договорам, тарифы, учитывает, считает автоматический билинг по выполненным операциям и выставляет счета клиентам. Всю текущую работу терминала можно посмотреть в очень удобных показателях, KPI, онлайновые, либо на основании статистики. Ну и последнее два слова. Все решения соло – это промышленный высокого уровня стандарт, автоматизация любых логистических процессов. Это современные, надежные системы, очень многофункциональные. Спасибо большое, все удовольствием отвечу на ваши вопросы, если такие будут. Спасибо. Есть вопросы, господавцы? Спасибо. 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 Спасибо.